Национальная идея. Конечно, у нас огромное государство. У нас всю жизнь, сколько я себя помню, я всегда был патриотом. Для меня очень важно то, что я родился в России, то, что я живу в Москве. Родился еще в Советском Союзе. Но считаю то, что наше государство, оно всегда отличалось большим количеством творческих людей, большим, наверное, пластом культуры, который у нас есть, и мы гордимся то, что у нас есть. Я считаю то, что несмотря на какие-то перипетии, несмотря на то, что там со временем Советский Союз развалился, появилась там Россия, я считаю, что творчество, оно продолжает развиваться. Я смотрю на жизнь моих родителей, художников, и прадеда, и дедушки, и бабушки, и мамы. И я считаю то, что каждый из них, живя в свое время, он все равно оставался тем человеком, который может донести творчество до зрителя. Что это значит? То, что в стране огромное количество музеев, огромное количество площадок, на которых люди могут, что называется, показать себя, вот чем они могут быть полезны в творческом плане другим людям. Я считаю то, что это здорово, если в дальнейшем в нашей стране будет уделяться такое же внимание, как уделяется и сейчас музеям, галереям, какой-то вот чем-то, вот чему-то такому, чем наша страна может, может, что называется, ну не то, чтобы быть интересным мировому сообществу, а показывает себя как лицо мирового сообщества, как в свое время был, например, космос и балет. Я считаю то, что если у огромного государства, какими является Россия, есть какая-то определенная линия, как, например, вот еще раз оговорюсь, вот балет, например, да, в свое время огромное количество артистов, актеров, что называется, всячески пропагандировала тему балета. Это были 60-е годы, я помню, что моя бабушка очень много писала балета, она писала Лиепу, Уланову, Максиму, все это было в Большом театре. Я считаю то, что это вполне может быть вот таким ярким лицом нашей страны на мировой арене.